Добрый день, уважаемые коллеги и слушатели. Я надеюсь, что это не будет. Вроде как видео тоже подключилось. Тема нашего сегодняшнего вебинара. Если какие-то проблемы со звуком, со связью, пишите в чат сразу, сигнализируйте. Но я надеюсь, что сегодня будет благополучно с этим обстоять дело. А тема у нас сегодня звучит так. Библиотека «Журналист» – сервис для создания электронных презентаций, публикаций. Стараясь привлечь пользователей, читателей, слушателей, современная библиотека все чаще и чаще выходит в интернет. А особенно в связи с дистанционным образованием, с дистанционной работой в интернет-представительствах, наверное, обзавелись уже практически все библиотеки. Огромное количество сайтов в библиотеках, групп в социальных сетях, аккаунты в Твиттере, в Инстаграме, на Ютубе, библиотечные блоги. Библиотекарь постоянно сталкивается с проблемой такой, что необходимо создавать электронные публикации. Сейчас уже не вопрос, где их создавать, потому что площадок огромное количество, остается только выбрать, где вы будете работать на сайте, в блоге, либо в социальных сетях, либо еще где-то. Сейчас вопрос уже стоит в другом. Как выдержать вот эту конкуренцию среди публикаций в сети интернет? Потому что понятно, что в тех же социальных сетях библиотекарь не единственный поставщик контента. И приходится постоянно чем-то пользователей удивлять, чем-то их привлекать к себе. Либо качеством контента, либо какой-то уникальностью, необычностью, либо формой подачи информации. Сегодня я расскажу о некоторых онлайн-сервисах, которые помогут электронные публикации сделать интереснее, увлекательнее. Возможно, что-то из этого перечня вам пригодится в работе. Выбрала я для обзора сегодня сервис. Понятно, что все подряд обозрить в рамках часа нельзя. Я выбрала два варианта. Первое – это сервисы для создания электронных книг, то есть публикации в формате, похожем на книги. И второй вариант – это электронные публикации в таком модном жанре – лонг-рид. Вот об этих двух жанрах мы сегодня и предлагаю о них поговорить. Итак, ну начнем с интерактивных книг. Мультимедийные книги, интерактивные книги, называют их по-разному. По сути, это электронные публикации, которые напоминают обычные бумажные книги, некоторые с эффектом перелистывающихся страниц. То есть это такие электронные странички, на которые мы размещаем разнообразный контент. Сервисов таких много, более-менее бесплатные, с хорошим функционалом. Вот я и выбрала для сегодняшнего рассказа. Итак, первый инструмент называется Bookimon. Это сервис-редактор для создания электронных книг. Здесь, как вы видите, есть два варианта создания электронной книги. Можно начать работу с готового файла, если у вас есть уже какая-то публикация в формате, вордовском, презентация, ПТФ, то можно ее загрузить и сделать из нее электронную книгу. Либо есть еще интересная функция создавать такую книгу с нуля. Два варианта здесь возможно. Поэтому без ограничений сервис работает. Вы можете создать неограниченное количество таких публикаций. Если вы загружаете уже готовые документы, то вы можете их загрузить даже не один, а несколько файлов. И в том порядке, как вы их загрузили, на основе них сервис сделает электронную книгу. Вам останется только придумать к ней обложку, какое-то описание и аннотацию. А вот если начать с нуля. С нуля здесь еще интереснее конструктор выглядит. Нам предлагается огромное количество шаблонов. Как вы видите, тут можно сделать практически все, что угодно. И семейный альбом, например, какую-то родословную рассказать. И книгу для детей, и приключения, и кулинарная книга, и биография, и какая-то интересная история. В общем, любой шаблон можно открыть, посмотреть и что-то для себя подобрать. Если ни один не подходит, то можно сделать книгу с нуля. То есть, по сути, мы получим в наше распоряжение странички книги, которые будем наполнять своим содержанием. Ну, страничка книги может выглядеть следующим образом. Я, правда, выбрала здесь шаблон. Вот, например, стартовая обложка этой книги сейчас на экране. С левой стороны конструктор для контента, который мы будем сюда добавлять. Внутри сервиса очень много красивых картинок, которые собраны в разделе «Клепарт». Причем они бесплатные, их можно совершенно спокойно, там нет ограничений, они рассортированы даже по категориям. Например, у меня сейчас категория «Нейча открыта», «Природа». Такие анимационные, ну, не анимационные, а мультяшные картинки. Интерфейс на английском языке, но я написала подробную обучалку по этому сервису. Поэтому, если вам интересно, можете по шаговой инструкции моей воспользоваться и поэкспериментировать внутри этого сервиса. Кроме того, вы можете загружать свои картинки, свои изображения. Книга работает на основе текстов и картинок. Здесь, правда, особого интерактива нет, за исключением того, что странички здесь листаются. И можно все это посмотреть. Давайте я вам парочку ссылок отправлю в чат, чтобы вы посмотрели, как это все выглядит в реальности. Так, минутку терпения. Так, первая ссылочка и еще вторая. Здесь очень много уже готового контента сделанного. Правда, в основном англоязычного. Я вот несколько работ на русском нашла. Последняя – это моя прополярную сову. Так что можно поэкспериментировать. Кнопок здесь, конечно, много, но если разобраться, там буквально это может быть полчаса у вас займет разобраться в кнопочках, но и дальше работа пойдет налад. Внизу странички книжек. В готовом шаблоне уже все странички сделаны. Вам остается только куда свое содержание загрузить. Все странички пронумерованы, чтобы в них не заблудиться. Можно менять фон, добавлять картинки, рамочки и так далее. Готовую работу скачать, к сожалению, нельзя. Это уже платная опция. Бесплатно можно получить код, чтобы встроить на страницу сайта и блога. Можно ссылку. И ссылка делится, например, в социальных сетях. Плюс еще QR-код дают. Ну, это для быстроты. Если вы где-то в социальных сетях хотите запустить, можно с помощью QR-кода это сделать. QR-код здесь тоже присутствует. Ну, давайте дальше пойдем. Для более детской аудитории, хотя Bookimon он там и для взрослого контента, и для детского подойдет. Вот MyStoryBook это больше сервис для детского какого-то контента, для детских книг. Сейчас опять ссылку в чат отправлю, чтобы можно было посмотреть. Очень простой сервис тоже работает на основе текстов и картинок. На английском языке, но, как вы знаете, переводится все очень легко через Google Переводчик. Это делается так. Правой клавишей мыши, если у вас Google Браузер установлен, и вы через него зашли, правой клавишей мыши щелкаем в любое место сайта и выбираем кнопочку «Перевести на русский». Сервис довольно корректно переведет основные надписи на русский язык и станет приятнее работать. Что здесь возможно? Если посмотреть сам конструктор, он очень простой, проще, чем в Букемоне. Здесь тоже есть хорошая библиотека изображений, разный клепарт разнообразный, чуть поменьше, чем в Букемоне, но тоже присутствует. А вот пиктограммы подсказывают, что можно добавить на странички книги. Правда, они здесь не будут красиво листаться, просто одна страничка будет меняться другой. Можно добавить объекты, вот человечек нарисован, кисточка, это можно рисовать внутри этой книги. Дальше текст, ну понятно, для чего эта кнопка нужна. Ну и последняя кнопочка для добавления картинок. Или из библиотеки, или можно свои загружать картинки. Что здесь еще можно из этого всего сделать? Можно менять фоны, добавлять свои картинки, получить ссылку и код, чтобы встроить всю эту красоту на странице сайта и блога. Вот такие несложные сервисы с них начали. Давайте пойдем дальше, посмотрим возможности большие. Если нам нужны не только картинки текста, например, мы хотим создать с озвучкой книгу, чтобы там еще какие-то аудиофайлы присутствовали, это тоже возможно сделать. Сервис StoryJumper. Очень приятный сервис для работы. Он сейчас обновил интерфейс. И можно теперь еще в нем поработать со звуком. Он еще и озвучивает странички книги. Они тоже перелистываются, правда, выглядит все в виде альбома. Это уже не книжный формат, а альбомный. Странички очень симпатично перелистываются, и обложка твердая. Если по поводу MyStoryBook, там только ссылочка и код. К сожалению, во всех этих сервисах они предоставляют свои площадки для размещения контента. Но функцию скачивания либо не делают, либо делают платной, к сожалению. Зато на сайт и в блог можем вставить. Ну давайте на StoryJumper теперь посмотрим, чем он хороший. Он похож чем-то на Bokemon. В нем есть шаблончики. Можно их выбрать. Вот внизу у меня тоже странички, как в Bokemon присутствуют. Можно взять белые листы и на них наносить изображение. Свои картинки и свои тексты вставлять. Есть небольшая коллекция различных объектов. Рамочки для текста. Props – это неодушевленные объекты. Scenes – это у нас объекты для фона. Фоновые изображения, фото, фотографии. Плюс можно еще свои загружать через кнопку Upload. Это делается. Еще чуть вверху на скриншоте уже не поместилась кнопка для одушевленных предметов. Люди, животные и так далее. Дополнительно под каждым слайдом, под каждой страничкой, если вы видите в красной рамке у меня Add Voice, добавить озвучку. Вы можете эту озвучку прикрепить в виде файла, либо записать в режиме онлайн. Каждую страничку можно еще и озвучить своим голосом. И получается такая говорящая книга. Можно ее и читать, и слушать одновременно. Что еще интересного в этом сервисе? Сервис еще хорош тем, что его можно использовать для школьников. Есть опция создания классов для совместной работы над книгой. Вы можете создать такой класс, подключить к нему учеников и присоединять их самим к проекту. Участники могут с помощью пароля попадать внутрь этого класса. Вы создаете книгу, каждому даете по страничке, например, и каждый над этой страничкой работает. Да нет, вроде как не должен просить регистрации. Они все у меня хорошо открывались, эти ссылки. Может, попробовать в другом браузере. Storyjumper, в принципе, он не закрывает ссылки. Там нет даже такой опции для приватного просмотра. Он в основном все ссылки делает публичными. А, для оценки просит войти. Для оценки возможно. Для просмотра, я думаю, регистрация здесь не нужна. Все в порядке, только для того, чтобы посмотреть. Иногда он может, если публикация длинная еще, допустим, больше определенного количества страниц, больше 19 страниц, он иногда просит зарегистрироваться, чтобы посмотреть окончание, если книжка слишком длинная. А так, первые 20 страниц у него совершенно спокойно вставится. Да, требуется авторизация, но это обычная опция в сервисах, где можно что-то оценить. Там иногда просят зарегистрироваться. Так что это в порядке вещей здесь. Опять-таки, скачать нельзя, но можно встроить на страницу сайта и блога. Тоже очень симпатичный сервис, и быстро в нем можно разобраться. Несложно все. Райт-ридер тоже создает цифровые книги, электронные, похожие на книги. Тоже самый функционал, как и в сториджампере. Там можно создавать истории на основе картинок, текстов и озвучки. Только публикации будут уже в вертикальном формате, в книжном. Сейчас вам парочку работ тоже, как всегда, в чат добавлю. Озвученных, чтобы можно было посмотреть. Ну да, в некоторых работах сториджампер дается сначала немножко посмотреть, а потом просится зарегистрироваться. К сожалению, да, такой вот у него недостаток есть. Появился, вернее. Раньше этого не было. Это что-то у них из нововведений. Райт-ридер. Давайте на конструктор сразу посмотрим. Конструктор здесь очень-очень простой. Здесь нет такой красивой библиотеки картинок, как, допустим, в Букемоне. Здесь очень минималистичный дизайн. Нам сразу предлагают обложку для книги. Ну а далее три картиночки для того, чтобы добавлять разные виды страничек. Просто страничка с текстом. Это верхняя картиночка, синенькая кнопка. Дальше картинка с текстом. Ну и последняя, третья картинка – это на случай совместной работы. Это когда работают и ученик, и учитель, например, над одной страничкой. Если присмотреться к каждой картинке, есть еще значок с микрофончиком. Это для того, чтобы озвучить эту книгу. Вот, собственно, и все. С помощью этих трех кнопок, четырех кнопок и создается весь контент. Ну, например, это у меня была обложка. Вот, например, я выбрала просто страницу с текстом. Вот такой вот мне пустой, пронумерованную страничку 2. Вы дали куда? Я просто впечатываю текст. Кириллица здесь поддерживается. Плюс еще можно переключить язык для простоты. Здесь по умолчанию английский стоит. Ну, даже если не переключаться, то по-русски он вполне спокойно здесь напишет любой текст. Далее через микрофончик мы можем озвучить эту страничку, что-то наговорить, подключив микрофон, и все это сохранится на странице. Будет, опять-таки, говорящая книга. Точно так же добавляются и странички с картинками. Картинки мы добавляем с компьютера. Тут, в общем, свой собственный контент. Тут уже не используем библиотеку. Здесь уже свое собственное творчество. Дополнительно, опять-таки, сервис расширяется. Они очень симпатично придумали опцию для совместной работы. Можно этот учитель создать класс, опять-таки, подключить туда учеников, раздать им логин и пароли. Ученики будут заходить в класс. Каждый будет создавать какую-то свою книгу внутри этого класса. А учитель просто их потом может собрать на такие интерактивные полки. С этой полки можно взять книжку и почитать, полистать, посмотреть, как выставка творческих работ получается. Так что это можно использовать и в детских библиотеках, и в школах. Интересная творческая деятельность. Тоже достаточно несложный сервис. У него есть теоретически опция скачивания в формате PDF. Но это хорошо, если у вас фотокниги с большим количеством фотографий. А вот там, где текст, к сожалению, PDF форматируется не очень корректно. Может быть, ошибки с кириллицей. Может, вместо кириллицы получатся какие-то неопознанные значки. Поэтому опция скачивания-то есть, но она не совсем правильная. Похожий сервис Book Creator. У него возможности чуть побольше. Он, кроме текстов, картинок и озвучки, еще хороший у него опция для совместной работы. Может добавлять видео, встраивать на странице. Может рисовать обычные книги, может рисовать комиксы. Так что здесь практически все желания можно использовать. Конструктор точно такой же, ну, похожий, не точно такой же, но очень похожий. Сразу предлагается обложка, на которую загружаем свой контент. Библиотеки тут опять-таки нет. Все рисуем и создаем сами. В разделе «Медиа» можно посмотреть на кнопки основные, которые здесь используются. «Импорт» — это весь контент, который будем грузить. Через эту кнопку добавляется камера. Это картинка с веб-камеры, если хотите что-то сделать. Раздел «Пен» — это рисование. Об этом я чуть подробнее расскажу. Тексты, ну, понятно, для добавления надписи. Ну, и «Рекорд» — это для аудиозаписи, для озвучивания вот этих вот страничек в книге. Отдельная вкладка есть для создания книги комиксов, так и называется, комикс. Ну, и последняя «Шейп» у нас для различных добавления форм, для графического оформления, в общем, для красоты. Заливки, фоны, рамочки и так далее. Ну, давайте смотреть поподробнее. Ну, вот я их себе еще раз подписала, эти кнопки. Добавляются странички нажатием кнопки «Пейдж». Белая страничка, а на нее наносим содержание. Через импорт добавляем все, что нам необходимо. Рисование. Ну, понятно, тексты просто вносим, картинки загружаем с компьютера. Рисование здесь очень необычное. Можно рисовать, как обычно, с помощью ластика, ручки, кисточки, маркера. Тут огромная библиотека инструментов. Здесь есть такая интересная опция, называется авторисование. Я ее в красную рамку вынесла. Это, ну, грубо говоря, искусственный интеллект, который за нас будет додумывать рисунки. Мы начинаем рисовать какой-то рисунок. Очень хорошая опция подходит для тех, кто хочет нарисовать, но не художник. Ну, вот, да, я начала рисовать, и вверху мне сервис начинает подсказывать картинки, которые можно вставить. Уже отрисованные дизайнерами, художниками картинки. Я вот котика решила нарисовать, поэтому вот из всего этого многообразия выбрала себе кошку и нажала на эту картинку, и она у меня здесь появилась. Вместо моей кривой иллюстрации появилась симпатичная картинка от дизайнеров. Правда, черно-белая, но все равно рисованная. Вот можно авторисованием воспользоваться и рисовать вполне симпатичные картинки с помощью искусственного интеллекта и авторисования. Что касается комиксов, страницы с комиксами выглядят вот следующим образом. Здесь уже все разлиновано. Вы можете выбрать количество картинок, одну, две, три картинки, например. А дальше, вот в разделе шаблоны это как раз делается, а дальше внутри каждого блока, каждой маленькой картинки мы можем добавлять героев, рисовать их, вставлять свои собственные картинки, рисовать к ним разные речевые, мысленные облачка, стикеры и тексты писать. Получается в итоге книжка с комиксами. Сервис бесплатный. Бесплатная опция тут только если вы захотите это скачать на компьютер и вставить, ну и вот в скачанном виде использовать где-то. А все остальное бесплатное. Правда, здесь небольшое ограничение есть. Одного аккаунта можно создать 40 вот таких вот электронных книг. Вот. Ну, 40 это вполне-то неплохое количество. Можно развернуться в общем. Что еще умеет этот сервис? Он умеет совместную работу. Ну, вот мой котик, да, на котором я экспериментировала, в итоге вот такой получился. Совместная работа есть у этого сервиса. Можно тоже создавать классы, приглашать участников для совместной работы, рассылать им логины и пароли. Вот сервис тут же их вам сгенерирует. Вы можете даже не регистрировать нигде ваших участников, просто их вписать списком, и каждому участнику выдадут логин и пароль. Вам только их нужно разослать по электронной почте, либо на бумажках напечатать, раздать участникам. И дальше можно с ними, с участниками создавать книги. Точно так же, как это было в предыдущем сервисе, WriteReader, здесь тоже можно создавать совместную такую электронную полку и туда ставить книжки. Вот. Дополнительная опция внизу, Download as e-book. Вы можете скачать эту книгу, но в формате электронной книги e-book. Если для читалки, наверное, такой формат подойдет. А так вы можете получить ссылку на эту книгу. Вы, кстати, можете ее сделать и для публичного просмотра, и только у себя в классе использовать, чтобы видели только участники, кто над ней работает. А вот встраивать, к сожалению, на страницу сайта и блога нельзя, хотя у меня получилось. Сделала я это с помощью сервиса, который у меня на следующем слайде. Это хороший сервис у ТОБА. Он на русском языке. Это сразу ему дает 10 очков вперед. По сравнению с другими сервисами, плюс он еще умеет делать все то же самое, что и предыдущие ораторы, но он еще умеет вставлять внутрь книги викторины, опросы и разные игры. По-настоящему получается интерактивная книга. Сервис этот был когда-то сделан на основе сервиса H5P. Может быть, слышали о таком сервисе. Он сейчас стал практически полностью платным. Вот у ТОБА предоставляет все те же самые шаблоты, что и H5P, только на русском языке и бесплатно. Здесь никаких ограничений нет. Очень простая стала регистрация. Часть шаблонов переведена на русский язык, часть нет. Вот интерактивная книга, к сожалению, этот шаблончик еще не переведен на русский, но он с помощью Google Переводчика перевелся у меня вот так, как сейчас на слайде. Это у меня книга. Правда, здесь мы не увидим страничек книги в традиционном понимании этого слова. Причем они будут в виде вот таких вот списков, отделенные друг от друга синими полосочками. Первая страничка – это вот обложка, например. Дальше ленту листаем, там будет первая страничка, вторая и так далее. К сожалению, вот сразу так и не посмотришь наглядно, но зато если мы откроем список, что можно добавить, то откроется вот такой вот огромный перечень, начиная с коллажей, презентаций, текстовых вставок, интерактивных меток, интерактивное видео. Все это вот не все даже. И игры, и векторина с множественным выбором, много-много всего. Причем это все создается прямо внутри самой этой интерактивной книги. Нам нужно создать страничку, выбрать, что мы хотим туда вставить, например, в векторину, ну а дальше сервис нам откроет конструктор, и мы эту векторину будем конструировать. Ну вот, например, я выбрала векторину, мне открыли вот такой конструктор, сюда я вставила фоновую картинку и начала добавлять вопросы. Причем вопросы могут быть разные. Множественный выбор, вопросы с перетаскиванием текстов и картинок, заполни пропуски, отметь слова, верно, правда, неправда и так далее. Причем тут можно их перемешать, добавить к ним картинки дополнительные и так далее. И прямо внутри книги эта векторина у вас встанет. В итоге участники будут читать книгу и одновременно отвечать на вопросы векторины. Вот так вот интересно в итоге все и получится. Да, за русский язык этот сервис можно полюбить 100%. Что можно сделать с готовой книжкой? Код есть и ссылка. Ссылкой можно делиться, а можно кодом вставить на страницу сайта и блога. Ну и, наконец, в разделе листательных книг у меня еще один есть сервис. ReadyMac он называется. Это такой сервис для журналистики. До этого были сервисы, ориентированные в основном на учебу, на обучение. А это сервис для журналистов. И у них, к сожалению, как и во всех этих сервисах, довольно суровые ограничения. Здесь можно создать одну публикацию бесплатно на 10 страниц. Она может выглядеть как статья, а может выглядеть как листалка, которую можно листать со страницами. Что-то напоминает журнал, поэтому так и называется ReadyMac. Здесь у меня список того, что можно добавить внутрь этой книжки. Перечень большой, наверное, больше, чем во всех предыдущих сервисах. Кроме текстов, картинок, здесь присутствуют и аудио, и видео, и слайд-шоу. Можно прямо внутрь сервиса создавать, подключать контент из соцсетей. Можно делать горячие метки на картинках. Это такие интерактивные точки, на которые нажимаешь, и появляется какая-то дополнительная информация. Можно вставлять в гиперссылки любые встраиваемые объекты. Например, у вас есть какая-то презентация. Можно ее внутрь вставить. Либо можно, допустим, по коду какую-то игру добавить в викторину. Карты можно добавлять, опросы. Их конструировать, опросы прямо внутри сервиса. Правда, они довольно простые, но тем не менее это все присутствует. Плюс ко всему этому здесь еще хорошая анимация. Все это может выезжать, выплывать, мелькать, переливаться. В виде фона можно поставить не картинку, а видеоролик. У вас будет живая такая страница. Но, к сожалению, только 10 страничек и все остальное уже за денежки. Но даже если 10 страничек мы и выбрали, тут очень простой стал сам, как это сказать, интерфейс. Вот границы обозначены слайда, странички, скажем так. Внутри этой странички можем добавлять все, что угодно. Вот я через плюсик взяла и загрузила картинку. Она мне так отобразилась. А вообще, вот список всего того, что можно добавить. Вот все, что я перечислила на предыдущем слайде, оно в виде вот таких красивых всяких иконочек. Карты, видео, аудио, формы, фигуры и так далее. Все вот в этом списке. Выбираем и добавляем. Прямо на странице сайтов. На странице книжки. В результате получится интересная интерактивная публикация, привлекающая внимание. Готовую работу, опять-таки, можно ссылку на нее взять и код, чтобы вставить на страницу сайта и блога. Если что-то хотите эффектное, попробовать можно. С этим сервисом поэкспериментировать. На английском языке. Ну, вот первая часть моего выступления закончилась. Переходим к части номер два. Есть такой жанр в публицистике. О нем многое сейчас пишут и говорят. Называется этот жанр лонг-рид. А от английского словосочетания длинное чтение. То есть это статьи, которые рассказывают о каких-то событиях, о каких-то героях, персонажах со всеми подробностями. Это такое длительное чтение. Одно время спорили о том, нужны ли такие статьи вообще в интернете, потому что пользователям непривычно читать большие статьи с экрана. Им это надоедает, они быстро уходят. Но вот этот жанр почему-то прижился. Ну, не почему-то, а есть на это причины. И почему он так назван, это понятно, лонг-рид. Но до этого было еще одно название. Изначально они назывались сноуфолы, снегопады. А все потому, что началось это в 2012 году. Тогда появился первый лонг-рид, как бы мы сейчас сказали. Назвали его сноуфол. Это была история о лыжниках, которые оказались под лавиной. Из-за схода лавин в горах США. И вот сейчас бы мы сказали, что, ну, статья, ничего такого особенного в нем нет на сегодняшний момент. Но обращаю внимание, что это 2012 год. Тогда эта статья произвела настоящий фурор. Ну, редактор этой статьи подсчитывал статистику, выяснил, что 3,5 миллиона просмотрели эту статью только вот в первые моменты, как она была опубликована. А потому что здесь был не только хороший качественный текст. Здесь было очень много дополнительных мультимедиа материалов. Здесь были полноразмерные фотографии на весь экран. Здесь были модели гор. Здесь было видео, которое поглушало в атмосферу. Сейчас звука нет, а вообще изначально там еще и звук был. Там, завывающий ветер на заднем плане, например. То есть вот такие вот медиапубликации, которые погружают в атмосферу. Вот именно о таких публикациях начали говорить журналистики. Назвали их сноуфолами, но как-то не очень прижилось. Переименовали их в лонг-риды. Сейчас их делают, делают довольно профессионально, на профессиональном уровне. Вот ссылочка на издательство Коммерсант. Лонг-рид у них назывался «День, когда началась война». У них была целая серия таких лонг-ридов. Там, если откроете, там со звуком, с архивными фотографиями, с полномасштабными фотографиями разворачивающимися, с эффектом параллакса, когда пролистываешь, там заголовок чуть-чуть движется вместе с картинкой. В общем, вот в таком формате сейчас современная журналистика работает. Понятно, что библиотекарю с профессионалами тягаться сложно, хотя есть много сервисов для создания разных красивых и качественных лонг-ридов. Ну, не сказать, что прямо вот таких вот, но в хорошем качестве, не уступающем. Вот о них и поговорим. Если уже возвращаться к вопросу, почему они привлекают внимание, ну, во-первых, вот потому что это красиво, потому что это интересно, потому что там много медиаматериалов внутри, и ты можешь выбирать, что тебе читать. Не обязательно прямо вот, что называется, от начала до конца. Можно выбирать любые форматы, просматривать фотографии, может быть, смотреть видео, либо только тексты читать. Ну, и, конечно, здесь качество текста тоже имеет место быть. То есть и герои, и детали, это все необычно и интересно должно быть. Ну, и тогда, когда вот все это вместе соберется, получится действительно увлекательная история. С лонг-ридами библиотекари начали экспериментировать уже несколько лет, экспериментируют публикации масса в разных сервисах. Опять-таки, представляю вам подборку самых известных инструментов. Начнем с самого простого, с МО, или с МОР, если уж так его переначить на наш лад. Сервис для создания флайеров изначально. Это вот такие длинные столбики электронные с различной информацией. В такую историю можно добавить фотографии, аудио, видео, опросы и ссылки. В общем, весь основной набор инструментов здесь присутствует. Сам сервис похож на кубики от конструктора. То есть, есть вот такие кнопки, которые добавляют разный контент. Мы получаем просто пустую статью, можем выбрать для нее шрифт и фон, а дальше, как кубики, начинаем в эту статью добавлять разные элементы. Тексты, картинки, аудио, ссылки, галерею можно из каких-то фотографий добавить. Если у вас история о каком-то человеке, можно биографию отдельно вынести. Это пио называется кнопочка. Видео можно добавить, интерактивную кнопку на другой сайт ведущий, например. Но файлы, к сожалению, прикреплять нельзя. Это функция про платная. А все остальное делается бесплатно. К сожалению, опять-таки, здесь ограничения довольно-таки жесткие. Здесь три таких вот истории можно создать небольших. Но для быстрого создания цифровой истории, в принципе, сервис подойдет. Можно использовать с помощью вот этих вот кнопочек. Очень быстро можно набрать содержание и получится, даже если это не лунгрид получится, можно получить неплохую мультимедийную афишу. Флайер мультимедийный с рассказом о каком-то герое или персонаже. Чуть посложнее. Сервис Stampsy. Здесь уже больше красоты. Здесь полноразмерные фотографии можно добавлять. Можно аудио подгружать. Опять-таки, фото галереи делать, видео вставлять. На все эти сервисы есть гиперссылка. Вы можете делиться в социальных сетях, например. И код можно встроить на страницу сайта и блога. Правда, будет в виде такого виджета. Нажимаешь на виджет, открывается публикация целиком. А так получается тоже симпатичная статья. Здесь кнопок тоже очень просто, как кубики тоже. Выбираем. Вводим заголовок. Заполняем обложку названия. Ну, а дальше добавляем из вот этого набора элементов, что мы хотим сюда добавить. Либо текст, либо фото, либо аудио, либо видео. В общем, основной набор инструментов. Здесь особых ограничений нет. Так что сервис вполне симпатичный. Видео загружается через YouTube по ссылке. А вот аудио можно загрузить из сервиса, который называется SoundCloud. Оттуда берется. Единственный недостаток здесь, который я заметила, что здесь нет редактирования текста. То есть, по умолчанию, какой шрифт есть, вот таким и пользуйся. Особо красоты тут со шрифтом не сделаешь. А все остальное вполне симпатично. Ограничений нет. Можно работать. Сервис MyAlbum. Ну, из названия понятно, что раз альбом, значит, здесь основа все-таки фотографии. Сервис работает следующим образом. Можно загрузить сразу массив фотографий. У вас, например, есть какая-то интересная фотоистория. Ну, вот, например, я вам ссылочку сейчас дала про нашу достопримечательность северную. Называется Снежная деревня. Может быть, кто-то слышал из вас. Это наша местная знаменитость. Вот я на основе про нее сделала такую вот фотоисторию. Можно сделать двумя путями. Либо писать вот от начала до конца, либо можно загрузить сразу массив всех фотографий, а внутри уже самого сервиса разбавлять эти фотографии текстами и другими красивостями. Основа, повторюсь, здесь фотографии. Они все кликабельны. По ним можно щелкать, они увеличатся на экран, и можно их рассматривать будет. Ну, вот, если посмотреть, что можно добавить, кроме текстов и картинок, здесь можно добавить маленькие карты, но эти карты скорее напоминают клип-арт, чем полноценные карты. Можно добавить видео, его можно загружать с компьютера. Ну, и небольшую справочную информацию. Этот сервис хорошо подходит для описания разных достопримечательностей, например. Там можно загружать и карты, и туристическую информацию, там, место посещения и так далее, и тому подобное. Так что в этом смысле такой географический сервис. Как это все выглядит, тоже напоминает все конструктор. Мы просто из списка выбираем нужный блок, загружаем картинки, если до этого их не загрузили, ну, и заполняем, стираем там все, что написано внутри блока, и заполняем своим. Ну, вот, например, у меня текстовый блок с картой. Карта таким образом выглядит серенькая. А вот текстовый блок, вот, например, там, про Санкт-Петербург. Ну, стираем Санкт-Петербург, пишем свой город, который мы выбрали, и заполняем. Можно на этой карте, импровизированной, маленькой, поставить метку. Выбрать свой город, и он будет в виде метки там обозначен. Кроме фото и видео и карты, здесь можно добавлять информацию для туристов, разные иконки маленькие. Ну, про карту я уже сказала, она такая очень импровизированная. Дата и время. Если вы рассказываете про свое посещение чего-то, можно добавить туда дату и время вашего посещения. Ну, и дополнительные две опции скорости и высота. Скорость – это расстояние до этого объекта, а высота – это высота над уровнем моря. Например, если вы про какие-то горы напишите, можно про высоту поговорить. Так что вот, приглашаем в северную деревню, она у нас до конца апреля работает. Еще один сервис, похожий на MyAlbum, называется ExpoShow. У него, в принципе, все то же самое. Здесь больше интерес к тексту. Если в MyAlbum все-таки упор на фотографии, там текста по минимуму, то вот ExpoShow, он разрешает и текст добавлять, и минимальные редакторские правки с текстом здесь существуют. Можно добавить фотогалерею, можно вставить карту, уже не импровизированную, нормальную. Видео можно добавить и аудио, опять-таки, и саундклауда, ну, даже контент из соцсетей подключить, если необходимо. Тоже англоязычный сервис, и там, и там ограничения есть. Я вот там сбоку написала, мне в каждом сервисе наверху пишу, какие там ограничения есть. По три цифровых истории можно и там, и там создать. Можно сначала в одном поэкспериментировать, потом в другом, они в чем-то друг на друга похожи. Здесь, если посмотреть, вот четыре картинки вверху у меня на слайдике, это все, что можно создать. Фотогалерея, просто загружаем картинки, и сервис их выстраивает в виде сетки, например. Можно их менять внутри этого местами и так далее. Можно отдельную картинку сделать, развернуть ее на весь экран, на всю ширину, сделать ее узкой, полноэкранной и так далее. Текстовый блок небольшой. Внутрь текста можно добавить гиперссылки, если необходимо. Ну и, наконец, вот последний такой кубичек в этом наборе инструментов. Это для встраиваемых объектов. Правда, не будем обольщаться, встраиваемых объектов тут немного. Здесь только видео, аудио из сервиса SoundCloud, и плюс контент из Фейсбука, Твиттера, Инстаграма. Плюс еще сюда Google карты подключили, можно Google карту вставить. К сожалению, если что-то в викторину или из других сервисов хотим вставить, или презентацию здесь не вставляется, но вот основной набор видео, аудио и карты здесь работает. Опять-таки, хорошая штука для фотоистории. Внутри самого сервиса, если зайдем, там есть галерея уже готовых историй, посмотришь, такая красота. Там много работ профессиональных фотохудожников, можно у них какие-то идеи подсмотреть. Красиво получается. Опять-таки, ссылкой вставляем или кодом на сайт или в блог. От красоты пойдем к функциональности. Сервису Тори. Этот сервис, здесь нет полноэкранных фотографий, здесь весь контент расположен в два столбичка. Ну вот на экране тут видно. Я про белого мишку делала, а вам ссылку там про льва толстого. Что можно в этот лонгрид добавить? Вообще, Сутори изначально они создавали его как ленту времени, но здесь нет дат, и поэтому здесь можно создавать лонгрид. Вы можете эти блоки справа и слева менять местами, переставлять, здесь никаких дат нет, и мы ничем не ограничены. Кроме текстов, картинок, и аудио, и видео здесь хорошо работают. Причем аудио можно с компьютера даже загружать. Что еще можно? Опросы небольшие создавать, ссылки вставлять, можно даже форум создать. Если у вас есть участники зарегистрированные, можно с ними там что-то обсудить. Прямо внутри этого лонгрид. Ну и встраиваемые объекты по коду тоже добавляются. Ну, если ходить, еще белого мишку могу ссылкой вам дать, чтобы посмотреть. Там есть просто с точки зрения аудио и видео, как это выглядит. Вот так. Но, опять-таки, есть ограничения, увы. До этого сервис был, ну, как до этого, до года 2-3 назад, он был еще бесплатный, были небольшие ограничения, но это все было терпимо. Сейчас, к сожалению, они очень сильно урезались. 14 дней они дают демо-версию. То есть две недели можно сделать все, что угодно в этом сервисе. Вот я с Мишкой оторвалась по полной программе. Там у меня все, что возможно, я все туда вставила. Там и опросы у меня есть, и игра есть в конце маленькая. Вот. Ну, чтобы весь функционал можно было посмотреть. Но, к сожалению, через 14 дней все заканчивается, все красоты. И после этого можно вставлять по росту картинки и тексты. И это будет уже не так симпатично и красиво. Правда, здесь есть опция совместной работы. Она никуда не пропадает. Она входит в бесплатный функционал. Можно совместно пригласить других участников и с ними вместе создавать вот такую длинную историю. Но только 14 дней, к сожалению. А дальше либо создаем новый аккаунт, либо прощаемся с этим сервисом. Увы. Но получается довольно симпатично. Опять-таки все это встраивается в блоги и на сайты, и ссылкой, и кодом. Все работает. Скачать, правда, нельзя. Ну, вот как это выглядит. Сам конструктор здесь очень простой. Тексты можно форматировать, кстати. Выбирать шрифт и размер. Викторина создается тоже просто. Викторина простая. С выбором одного ответа из нескольких. Один правильный, отмечаемый. Угалочка, остальные неверные. Тут есть еще, ну, я уже сказала про форумы игры. Тут есть игра «Найди пару», да, собери там парочки. У меня такая в мишке есть, там в конце надо собрать. В общем, вот выбираем любой кубик из этого набора, щелкаем, он появляется, а дальше его редактируем. Принцип работы такой. Конструкторный. Вот красивый сервис. Теперь давайте опять про красоту. Про Adobe Spark поговорим. Этот сервис один из последних моих находок. Я его в прошлом году приметила, описала. Есть обучалка, кому интересно, можно почитать. Вот ссылочка на мою работу, в которой я экспериментировала. Это сервис для создания всего-всего-всего для социальных сетей. У него даже есть мобильная версия, но только для Apple техники, для iPad'ов и iPhone'ов. А на компьютере он работает нормально в браузере, можно с ним работать. Он создает флайеры, картинки для соцсетей, красивые афиши, инфографику. У него очень много опций. Видеоролики, кстати, слайд-шоу. У него симпатичные получаются. В том числе он делает лонг-риды, красивые. Чем-то напоминает экспо-шоу. Здесь можно и картинки добавлять, и тексты, и активные кнопочки с гиперссылками, видео, фотогалереи разные делать, причем разных видов. Сетка с текстом поверх, как-то их на столбике эти картинки разбирать. В общем, по-разному их оформлять. Получается довольно симпатично в итоге. Давайте-ка на конструктор посмотрим. Он абсолютно такой же, как и в предыдущих сервисах. Например, вот это пример картинки, и поверх него текст у меня написан. Причем эту картинку можно сделать поуже, пошире. Вот тут пять разных кнопок. Можно нажимать, экспериментировать, она будет в разных видах. Можно ее сделать узкую, широкую. Можно, вот у меня сейчас на полный экран она открыта. Можно ее поменьше сделать. Но, опять-таки, все картинки кликабельны. Можно по ним щелкать и увеличивать их в размере. Так что работает. Сервис, к счастью, бесплатный, хотя Adobe это же платный, программы все эти Adobe Photoshop и прочее. Вот Adobe Spark это как раз сервис бесплатный для контента вот такого, публикаций различных, в том числе и лонгридовские. Ну вот, например, с фотографиями, как он обошелся. Это вот фотогалерея, например. Загрузила я несколько фотографий, а дальше он сервис их сам выстроил. У меня было четыре, он решил, что их лучше, красивее выставить вот так. Хотя мы можем менять местоположение, менять местами. Картинки загружаются с компьютера, хотя вот тут есть список, откуда можно загрузить, можно из Google Диска это сделать, например. Есть небольшой набор внутри самого сервиса. Можно какие-то картинки позаимствовать из Adobe Spark. Так что и оттуда тоже можно что-то добавить красивенькое. Для текстов. Тексты тут немножко просто редактируются. Здесь есть разные шаблоны для текстов. Вот с правой стороны списочек. Там можно фон выбрать. Здесь уже все продумано. Здесь есть просто шрифт и есть фон. Ущелкаем и смотрим, как это получилось. Особого творчества здесь не надо. Здесь все автоматически подстраивается. Все для быстроты публикаций. Вверху кнопочки для предварительного просмотра, превью. Можно посмотреть, как презентацию. Все это, кубочка презент. Ну и кнопка шея для того, чтобы делиться. Плюс здесь еще и ко всему прочему есть опция совместной работы. Последняя серая кнопка. Можно попробовать подключить других участников. Вот так что можно поэкспериментировать. Экспериментировать это для фотопубликации с красивыми картинками. Если они у вас есть, такие хорошие, качественные фотографии, можно потренироваться. И еще один сервис на русском теперь уже языке. Можно сказать, что в чем-то он составляет конкуренцию с парку. Сервис SWAI. Это от создателей Microsoft. Для того, чтобы в нем поработать, надо зарегистрироваться, создать себе учетную запись Microsoft. Вообще-то это сервис-программа. И если у вас Windows 10 стоит лицензионный, то, возможно, в списке программ у вас даже она и присутствует. И тогда можно в этой программе работать вообще даже без интернета. Подключить интернет и опубликовать уже тогда. Но даже если ее нет, то можно открыть браузер, зарегистрироваться. Это буквально несколько минут. Ну и начать работу. Чем хорош SWAI? Создатели сказали, что это никакая, как ее называют, убийца PowerPoint. Нет, это не убийца. Она была сделана, вся эта красота, для того, чтобы можно было презентации просто красиво публиковать. В красивом виде. В виде статей, например. В таких вот лонг-ридов. Можно загрузить уже готовую PowerPoint-презентацию, и она у вас будет в виде красивой статьи. Либо можно прямо в режиме онлайн все сделать. Ну вот, например, две кнопки есть. Кнопка с плюсом. Это с нуля начинать. С правой стороны начать с документа. Есть шаблоны для оформления. Если мы хотим начать с нуля, то можно даже шаблончик взять. Но если с чистого листа, выбираем обычное пустое поле. Я взяла, загрузила презентацию про мобильное устройство у меня была. И сервис мне тут же выстроил в виде вот такой вот длинной статьи. Открыл мне вкладку «Конструктор». В этой вкладке можно выбрать стиль. По вертикали, по горизонтали или слайдами, как обычная презентация. И шаблоны для оформления. Здесь тоже, как в Spark, все продумано. Уже есть шрифт и уже есть фон. Просто щелкаем и выбираем, что нам больше нравится. Здесь все очень просто. Если мы хотим с нуля создать, то открываем вкладку, которая называется «История». Здесь карточки. Каждый объект будет как одна карточка. Ну вот стартовая страничка. Нам предлагается какой-то фон загрузить и название добавить. Дальше следующая карточка плюсиком. У меня, например, будет какой-то текст здесь. Следующий плюсиком – карточка с картинкой. И вот так вот, чередуя эти карточки, картинки, тексты, подгружая другое содержание, мы создаем лонгрид. Что из другого содержания тут есть, кроме текстов и картинок? Видео можно добавить с YouTube. Например, звук можно с компьютера загрузить. Внедренный объект – это все объекты, у которых есть код. То есть вот как раз викторину можно сюда вставить по коду, какую-то презентацию, например, какую-то другую, ленту времени, инфографику, все что угодно. Дополнительная интересная кнопочка называется «Группировка». Она позволяет красиво оформлять фотографии в виде сетки, в виде слайдера, например. Вот этот слайдер сравнения – это две фотографии, что было и что стало. Между ними можно переключаться. Красивые карточки там будут анимированы, перемещаться. Можно просто слайд-шоу обычное вставить. В общем, здесь очень много красивых оформительских штучек, которые привлекают внимание, которые делают информацию интереснее. Есть очень хорошие справочные материалы. Ну, к тому, что на русском языке, здесь вот еще такая справка есть. Это вот как раз центр справки. Там скриншоты и каждому подписи, что, как, куда. Так что не заблудимся никогда. Есть кнопочка «Поделиться». И там можно в этой кнопочке пригласить соавторов. Здесь есть опция «Совместная работа». Отдаете им ссылку, и они начинают работать. Выбираем опцию «Пригласить людей для изменения» и работаем все вместе. Готовую презентацию с ссылочкой можно куда-то добавить или кодом на страницу сайта и блога. Ну, и последний инструмент, самая-самая сладенькая и красивенькая, я припасла напоследок. Это сервис «Тильда». Наверняка слышали о нем. Сейчас огромное количество сайтов, блогов, различных публикаций, созданных с помощью этого ресурса. И он действительно просто волшебный. Авторы, создатели наши, российские программисты, дизайнеры. Он очень красивый. Причем сайты не такие, как похожие друг один на другого. А сайты все красивые получаются, каждый по-своему. Там огромное количество шаблонов. Да, «Тильда» всегда первой вспоминается, когда нужно сделать что-то красивое. Единственное, что вот из-за этого многообразия, там еще придется немножко повозиться, чтобы в нем разобраться. Но оно того, наверное, стоит. Что бесплатного здесь доступно? С одного аккаунта можно создать один сайт, либо 50 публикаций. Вы можете эти публикации объединить в этот один сайт, либо их сделать отдельными страничками. На каждую у вас будет ссылка, и вы сможете ей делиться. С левой стороны, здесь есть шаблоны для оформления. Вы можете начать с нуля, но из моего опыта лучше начать с шаблона, потому что с нуля можно запутаться. Ну, хотя бы любой шаблон взять, а в нем уже внутри можно все менять, как хотим. Здесь такие же есть карточки объектов, как и в «Свай». Плюсиком нажимаем и добавляем из списка. Что тут можно из списка добавить? Да вот, это только неполный перечень. Обложки, заголовки, текстовые блоки, картинки. Прямую речь в виде цитат красивых. Галереи, колонки. Здесь еще не хватает в списке видео разного вида и многое-многое другое. То есть каждый элемент можно настроить. Вот я просто открыла наугад настройки для текста, например. Его выравниваем по центру, вертикально выравниваем, как он будет при пролистывании смотреться, с эффектом или без. Высота, фильтр, прозрачность, огромное количество настроек. Так что здесь можно увлечься этим дизайном и над каждой страничкой колдовать, как над шедевром. Здесь все-все-все настраивается. По поводу ограничений. Если вы впервые на этом сервисе, впервые в нем, то вам дают на месяц. Сейчас, может быть, чуть-чуть изменилось, то есть последняя информация такая, месяц, дают попользоваться по полной программе всем-всем-всем. То есть у вас все кнопки будут активны, и можно за первый месяц сотворить что-то шедевральное. Через месяц вас попросят либо оплатить подписку, либо переключиться на бесплатный тариф. Бесплатно доступен основной функционал. То есть это тексты, картинки, видео. И разные виды текстовых блоков, разные виды картинок. Если вы хотите что-то волшебное, например, встраивать сюда карты, презентации, опросы, встраивать, то это уже за дополнительную сумму. Стоимость подписки 750 рублей. Это на месяц. Если вам понадобится, такая информация тоже присутствует. Я свои мастер-классы делаю на этой платформе, мне в ней очень нравится, очень комфортно. Еще раз повторюсь, 50 страниц здесь можно сделать абсолютно бесплатно. И каждую эту страничку можно еще и встроить к себе на сайт и в блог в виде такого красивого виджета. Все будет чрезвычайно симпатично. Вот на этой красивой ноте мы тогда и закончим нашу сегодняшнюю встречу. Я надеюсь, информация была вам полезной. Пригодится в работе. Если есть какие-то вопросы, то в чате я еще несколько минут подожду. Надеюсь, пригодится. А вся эта информация, презентацию можно скачать, если вы не скачали. Она доступна в формате PDF. Ну и, как всегда, мои контакты, если необходимо, можно списаться и спросить о чем-то. Да, про Канву спрашивают. Ну, про Канву, к сожалению, не поместилась в этот раз. На следующем вебинаре обязательно расскажу и про Канву тоже. Канву больше с точки зрения презентации можно рассматривать. У нее тоже все очень красиво. Анимация и симпатичность. Так что обязательно про Канву вспомним. Ну, уже в следующий раз. Ну, увидимся тогда в феврале. Спасибо большое за внимание, за добрые слова. И до встречи на следующем вебинаре. Постараюсь сейчас отключиться.